вы смотрите отзыв об отеле vip the kitty в дипломатика этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником янтарный тигр который был в нем в 2010 году город были с женой в лиссабоне в отеле vip и дипломатика 4 звезды си 25 по 28 сентября 2010 года брали комбинированный тур лиссабон три ночи и азоры 10 ночей отзыв по азарам а сан-мигель смотрите в разделе панта дельгада отель baye palace сделаю на недельку попозже нас ожидало два дня экскурсий стоимость экскурсий автобус плюс русский гид входит стоимость тура билеты в музей обед и тому подобное нет также перед экскурсиями поскольку прилетели рано утром у нас была возможность почти целый день погулять по городу самостоятельно неприятно удивило обилие бомжей на главном проспекте либердадо также в открытую предлагали наркоту вплоть до кокаина вот просто стоит человек посреди улицы и всех проходящих мину спрашивает а наши не желаете кокаин есть куда смотрит полиция или она вдоль и приятным же моментом оказалось мощение улиц всевозможные узоры выложенные камешками черного и белого цветов размером где-то 7 на 7 сантиметров красиво и необычно в других странах такого не видели говорят по всей португалии и на озорах тоже в этом удостоверились сами в центре каждого города есть такое узорчатое мощение такси недорогое по счетчику счетчик стартует 2 2,5 евро у нас поездка из аэропорта он вроде в черте города в район белом я так понял чуть ли не противоположная часть лиссабона обошлась в 10 евро территория города довольно холмистая поэтому при долгих пеших прогулках надо быть к этому готовым погода с погодой повезло было тепло но не жарко плюс 20 25 без дождей конкретно мы попали на обратном пути в москву когда перед вылетом в москву мы прилетели сан-мигеля перед обедом у нас было несколько часов свободного времени и мы поехали в музей карет в нем собрана уникальная коллекция аналогов которой нет больше нигде в европе пока были в музее начался ужасный ливень дороги превратились в реки кое-где даже было парализовано движение до такси было метров 20 ноги вымокли сразу ведь и пришлось по потокам воды отель отель маленький очень уютный расположен рядом селом площадью помваль минут за 15-20 можно спуститься к набережной по главному проспекту рядом очень симпатичный парк эдуарда 7 номер просторный большой плоский телевизор на стене русскоязычных каналов нет маленький балкончик все понравилось питание только завтраки стандартная без проблем можно найти что пожевать и попить недостаток наверное обычен для городского отеля шум по ночам машины мотоциклы можно закрыть дверь на балкон но тогда душно экскурсии 1 лиссабон белом на автобусе нас повезли в район белом переводе с португальского вифлеем где мы посетили монастырь иронемитов вроде так очень красивый кстати были во внутреннем дворике насладились архитектурой в мануэлинском стиле его еще принято называть морскими канатным вернее наслаждалась жена а я так отбывал номер к архитектуре я практически равнодушен кстати неподалеку от дворца есть кафешка где свободное время можно полакомиться и знаменитыми пирожными далее осмотрели белемскую башню чей экстерьер представлен в том же стиле что и монастырь внутрь не попали была очередь а время на фотостоп уже заканчивалось также рядом от фотостопили памятник знаменитым португальцам на этом экскурсия закончилась и каждый волен был уже смотреть то что ему больше хочется все-таки в лиссабоне и его окрестностях очень много всякого разного интересного за два дня все посмотреть невозможно поэтому многим приходится жертвовать кто-то хочет в океанариум кто-то в такой-то музей кто-то все кайто мы пошли гулять по старому городу посмотрели два или три собора крепости сва георгия сау-жоржа обзорную площадку куда ходит фуникулер ботанический скверик все понравилось по ходу дела увидели сошедший с рельс туристический трамвай номер 28 он въехал слегка в угол здания 2 мы срока все и био дорога в переводе скалистый мыс г синтра повезли на автобусе через лиссабонскую ривьеру в городках эштореля кашкайша 30-минутный фотостоп возле пляжей центральной площади или не центральной но с памятником объехали вокруг самого большого в европе казино далее наш маршрут привел нас самую западную точку европы продуваемый сильными ветрами мы срока захватывающий пейзаж океанский прибой впечатляет в синтре нас повели в поместье или усадьбу регалира принадлежавшая в девятнадцатом вроде веке некоему олигарху монархисту масону из окон красивого особняка или дворца открывается вид на летнюю королевскую резиденцию благодаря мягкому микроклимату синтра была летним прибежищем королей португалии внутри особняка есть комнаты с портретами королей но не всех а только тех которые по мнению сего досточтимого олигарха внесли наибольший вклад в становление португалии очень жаль что от оригинального интерьера дворца выполненного по заказу его владельца сохранился только первый этаж все остальное разбазарили наследнички и следующие владельцы масонские же наклонности владельца поместья нашли свое выражение в построенном по его заказу вертикальном броте олицетворяющим как божественной комедии данты семь кругов ада своеобразное чистилище для новых членов общества роль рая же выполнял великолепный сад парк террасами поднимающийся к чистилищу все очень понравилось но мы были огорчены что не было времени на посещение дворца парка до пена которым мы впечатлились ознакомившись с рекламным буклетиком вообще же в синтре хочется побыть подольше там есть на что посмотреть но ничего у нас оставалось два часа на обед и осмотр с нашим гидом королевского дворца что мы успешно и проделали во дворце произвела впечатление кухни с двумя огромными вытяжками домными как я уже писал выше в лиссабон мы попали еще и 8 октября ожидая вечерний рейс на москву сдав багаж на платное хранение поехали на такси в музей карет заплатив за билет и войдя внутрь мы поняли что это засада там темно фотографировать со вспышкой запрещено а на рекламном буклете там светло и все сверкает короче бродили там в потемках я таскал азорский удушающе пахнущий букет жены и уворачиваясь от толп французских туристов впечатлялся великолепием королевских катафалков в интимной полутьме огромного зала а жена долго и упорно пыталась фоткать без вспышки говоря по делу там два зала с каретами один большой другой поменьше несколько десятков карет и повозок различных конструкций от самых простых до королевских и папской римских поражающих своей роскоши полутьма держится специально там даже окна замутнены чтобы видимо кареты не попортились есть таблички где рассказывается про происхождение и развитие каретного искусства на втором этаже тоже есть экспонаты типа сбруя седла стремена и прочь и прочь а также картинная галерея жена обломавшись с фотографированием была удовлетворена лишь купив красочную книжку и компьютерный диск посвященные внутренностям этого заведения окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео в описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель в нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели пожалуйста обращайтесь всегда рады вам помочь